Компания Volkswagen готовится пополнить свою российскую линейку внедорожников и кроссоверов. На сцену готовится выйти Volkswagen Taos. В модельной гамме народных автомобилей новинка должна занять место на ступеньку ниже модели Tiguan. По габаритам Volkswagen Taos примерно соответствует также входящий Volkswagen Group чешской Skoda Karoq, благо что и собраны они на единой платформе MQB. Taos выполнен в новом корпоративном стиле Volkswagen. Необычный образ передней части, капот с мощным рельефом привлекают внимание, а рисунок светодиодных ходовых огней и световая полоса, расходящаяся по сторонам от логотипа, добавляют облику технологичности и шарма. Картину довершают развитые колесные арки, в которые вписаны колеса, обтягивающие стильные диски диаметром от 16 до 18 дюймов, в зависимости от комплектации, а также серебристые накладки на бамперах, трапециевидные фальш-патрубки выхлопных труб и черные или серебристые рейлинги на крыше. Внутри все тоже по-взрослому. Среди функционального оснащения модели представлен широкий набор систем помощи водителю IQ Drive, адаптивные световые технологии IQ Light, современные системы безопасности, пакет зимних опций, двухзонный климат-контроль-климатронник, датчики дождя и света, датчики парковки спереди и сзади, амбиентная подсветка куда ж сегодня без нее, а также камера заднего вида с омывателем. Но и это все не главный. Модель Taos, первой в российской линейке автомобилей Volkswagen, получит принципиально новую мультимедийную систему с дисплеем диагональю 10 дюймов, интуитивным интерфейсом, отсылающим к быстродействующим современным смартфонам и поддержкой Bluetooth и UpConnect. Линейка моторов в России будет представлена двумя вариантами двигателей. Любимым у нас атмосферником мощностью 110 лошадей в сочетании с пятиступенчатой механикой или шестидиапазонным автоматом и исключительно передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с восьми диапазонной АКП передним приводом или семидиапазонным роботом DSG и полным приводом Firmotion. Для российского рынка модель будет предлагаться в трех вариантах исполнения Respect, Status и Exclusive. Кроме того, в момент выхода на рынок для заказа будет доступна ограниченная серия Joy, специальное исполнение Taos, базирующаяся на версии Status и предлагающаяся в цветах Energetic Orange и Capuchino Bash. Интерьер специальной версии будет дополнен яркой декоративной отделкой в оранжевой цветовой гамме. Естественно, каждую из комплектаций возможно будет дополнить пакетами с расширенным перечнем оборудования, а также целым рядом отдельных опций. Осталось дождаться старта продаж уже этим летом, тогда же станет известна информация о ценах и комплектациях. Выпускать новинку предполагают в Нижнем Новгороде на мощностях Горьковского автозавода, там где сегодня собирают Skoda Karoq, Octavio и Kodiaq. И это значит, что мы можем рассчитывать на адекватную цену. Прием предзаказов уже открыт.